Клим Ворошилов. Тупой кавалерист или умнейший самородок? Ролик сделан по материалам исследований Петра Григорьевича Балаева. Клим Ворошилов. Первый маршал страны Советов. Друг Сталина. Враг Хрущева. Здравия достойным. Когда начал собирать материал для этого фильма, был поражен тем, насколько мало информации есть в свободном доступе об этом человеке, а вся имеющаяся информация очень предвзята и однобока. А что мы знаем о Ворошилове вообще и откуда к нам поступила эта информация? Существуют всем известные мифы о тупом кавалеристе Ворошилове. Самое удивительное, что эти мифы оказались удивительно жизнеспособными. Миф первый. Ворошилов не имел никакого образования, за исключением двух классов земской школы. Миф второй. Во время боевых действий Ворошилов не проявил особого таланта полководца. Миф третий. После войны с Финляндией Сталин снял Ворошилова с поста наркома обороны и поручил ему курировать оборонные отрасли промышленности. Миф четвертый. В июле 1941 года член ГКО Клим Ворошилов был назначен главнокомандующим северо-западным направлением фронта. Западные и юго-западные направления тогда же возглавили маршалы Тимошенко и Буденный. Однако реальность быстро развеяла надежды. Противник упорно рвался к Ленинграду. Поэтому Ворошилова переназначили на более узкий Ленинградский фронт. Несмотря на некоторые успехи командующего, в частности организацию народного ополчения из рабочих, вставшего на защиту Лужского рубежа, ставки Ворошиловым были недовольны. В ситуации, когда кадровые части терпели поражение за поражением, он весьма вяло выстраивал оборону северной столицы. В середине августа Сталин же не был готов мириться с некоторой отстраненностью Ворошилова и требовал четких действий от него самого и командования фронтом. Так пишет о Клементе Ефремовиче целый доктор исторических наук Никита Ломагин. Можно было бы еще привести массу примеров подобных высказываний от наших щелкоперов. Но я думаю, не стоит и так все ясно. Созданию образа туповатого кавалериста способствовали все средства массовой информации, начиная с хрущевских времен. Тут и фильмы, и книги, и прочее, прочее. Хрущев явно потакал гореобвинителем и явно по его заказу маршал Жуков писал. Нужно сказать, что Ворошилов тогдашний нарком. В этой роли был человеком малокомпетентным. Он так до конца и остался дилетантом в военных вопросах и никогда не знал их глубоко и серьезно. Мое отношение к Жукову после прочтения мной такой характеристики абсолютно не улучшилось. Само мнение у него явно было сверх всякой меры. В этом своем обзоре, ролики, фильмы, выпуски, ну как хотите, так и называйте, я хочу показать личность настоящего Ворошилова без прикрас, но и без лживых обвинений. Начнем разбираться. Что там у нас по списку? Необразованный? Малограмотный? Ну да, ну да. Именно таким нам и пытаются его представить. А вот Петр Балаев в своей книге рассказывает, как было на самом деле. Давайте лучше его послушаем. После первого года обучения у одного деятеля на Ниве образования, за учебный год ребятня с горем пополам научились читать по слогам да простейшим арифметическим действиям, прибавить и отнять. А чего? Крестьянские дети же, тупые. Чего от них больше требовать? Чай не аристократы. Так бы и остался Клим малограмотным мужиком. Но тут снова судьба ему шанс дала, а жизнь этого мальчишку научила хвататься за любую соломинку. После окончания первого учебного года младший Ворошилов опять на лето пошел в батраки. Пахал, сеял, косил. К жатве его поставили работать на молотилку с двумя взрослыми мужиками. И тут он провел свою первую революционную акцию. Хозяин платил молотильщикам оскорбительно мало. Взрослые терпели, только под нос бурчали. А вот отцовское воспитание Ворошилова сказалось. Этот пацан совсем еще подбил мужиков работу прекратить, пока им зарплату не поднимут. Они и забастовали. Страда новых работников искать поздно, зерно пропадает. Приказчик хотел надавить, взял и лишил Клима вообще оплаты, чтобы других напугать. Так этот маленький Стенькоразин камнями в доме приказчика все стекла повышибал. Запугать не получилось. Такого нужно было давить сразу в колыбели. Глядишь, и царизм устоял бы в семнадцатом году. Есть у меня такое подозрение. И основания под ним есть, довольно весомые. Осенью снова начался учебный год, и мальчишка пошел во второй класс. Тут ему судьба и улыбнулась. Вместо старого профессионального долдона в школу пришел преподавать бывший моряк, списанный с флота по здоровью, Семен Мартынович Рыжов. Вот ему уже были интересны сами ученики, а не методика преподавания предмета. Он старался каждому найти индивидуальный подход, выявить способности и их развить. И ребятишки начали учиться с увлечением и делать успехи. Ворошилов оказался на голову выше всех. Он прогрессировал настолько быстро, что Рыжов только удивлялся. Сам Семен Мартынович вспоминал. Смуглый, коренастый, с большими умными глазами, вихрастый, он резко выделялся своей смышленностью, детской непринужденностью, наивной прямотой и независимостью характера, удивительный для его возраста. Он был очень правдив, никогда не запирался в проказах, не перелагал вину на товарищей, не лгал и не подхалимствовал перед своим более счастливыми товарищами. Это был живой, общительный и очень толковый мальчик, всегда жизнерадостный, несмотря на свою бедность, хороший товарищ и ученик. Только и это еще не все. Взрослый семейный человек, отец двух детей, подружился со своим учеником, почти ровесником его детей. Рыжов и Ворошилов дружили до 1916 года, начиная с этого ученичества младшего по возрасту. Дружили, пока не разошлись в политических взглядах, отношения почти прервали. И старшим в этой дружбе был всегда младший по возрасту. За год Клим перечитал не только все книги в школьной библиотеке, которая стараниями Рыжова была довольно-таки внушительной, но и все, что было в доме у учителя и других грамотных людей села. Художественную литературу, учебники, публицистику, любые книги по любым отраслям науки и знаний он за год все проглотил. Через год он будет работать на заводе и объяснять заводским электрикам закон Ома, рассказывать о Фарадее. Вот скажите, окончив два класса школы, Климент Ефремович какое образование получил? В объеме двух классов, как все исследователи его жизни считают? В каком классе даже современной школы ученики электромагнетизм изучают? Историки с легкостью навешивают ярлыки на деятелей советского государства – малообразованные. Малообразованный слесарь у них создавал армию, малообразованный разнорабочий руководил строительством московского метро, малообразованный семинарист вообще во главе государства стоял. Понятно, что они просто обливают грязью людей, составляющих гордость нашей Родины. Сами они соображают, что там было образование такое, что им, этим историкам, получить его невозможно. У них слишком не развит мозг, чтобы стать по-настоящему образованными. Вот зависть и гложет. Да еще нужно выполнять политический заказ. Ну, соображать они соображают, хотя бы потому, что никто из них не вякнул о том, что их главный автогигант США был создан малообразованным Генри Фордом, который школу в 15 лет бросил и нигде больше не получал систематического образования, которым любят гордиться эти ученые. Вот они получили систематическое образование и толку. Единственное их достижение – умение сосать титьку власти, как плату за исторические исследования, которые у все большего и большего числа людей вызывают крайнее отвращение. Но еще большее удивление у меня вызывает наша педагогическая наука. Имея перед глазами многочисленные феномены, когда почти не учившиеся в школах и университетах люди становились во главе государства, успешно руководили целыми отраслями хозяйства, добивались в своей деятельности выдающихся результатов. Педагогическая наука просто отказывается видеть эти феномены. Вообще их не изучает. Это наука? Или что-то совершенно другое? Ведь именно на примере таких людей, как Климент Ефремович Ворошилов, можно изучать и исследовать, а потом внедрять в систему образования методы воспитания и обучения. Есть феномен Ворошилова, и Ленина, и Сталина, и целые когорты наших прославленных полководцев. Кстати, есть, конечно. Если признать очевидное, что он был одним из образованнейших людей своего времени, а и нашего тоже, конечно, можно просто как попугаю повторять, что Сталин доверил самое важное для молодого государства, находящегося в окружении врагов, создание армии, малообразованному тупице. Потому что Ворошилов умел приятные слова говорить вождю и верным мсом сатрапа был. Вот до этого же надо было просто додуматься. Вопрос своей собственной безопасности, а гарантировать безопасность тому же Сталину, могла только сильная армия. Его бы первого шлепнули победившие оккупанты. Доверить необразованному тупице. Да что там Ворошилов? Если уж по справедливости, то и все систематическое образование Владимира Ильича Ленина ограничивается гимназией. Разница между Лениным и Ворошиловым только в том, что Ленин диплом о наличии высшего образования имел, а Климент Ефремович такой корочкой похвастаться не мог. Ленин же в университете практически не учился. Его вышибли оттуда на первом курсе. А диплом он получил, подготовившись за год самостоятельно. Са-мо-стоятельно. За весь курс юридического факультета и успешно сдав все экзамены этого курса экстерном. Ленин тоже малообразованный, если к нему лепить понятие систематического образования. Гимназист. А педагогическая наука этого видеть не желает, потому что ей придется все свои достижения выбросить на помойку и признать, что она человечеству нанесла колоссальный вред, превратив значительное число людей из людей в дрессированных обезьян. Каким образом за два года школы, даже за один год фактически, Ворошилову удалось получить образование почти в объеме средней школы? Хорошо, пусть в объеме неполной средней школы. Он что, вундеркиндом был? Нет. Просто, во-первых, у парня была мотивация к получению образования, и, во-вторых, самое главное, развитое абстрактное мышление. Именно то мышление, которое отличает человека, как биологический вид, от животных. Абстрактное мышление – это не нечто абстрактное, это необходимейшая жизненно важная вещь для существования человека, как человека, а не в качестве хорошо адрессированного специалиста, получившего в учебном заведении багаж знаний. Вещь простая, именуемая в просторечии – воображением. Способность представить в своем мозгу желаемый для тебя результат твоих действий, и найти путь, способы действий, которые приведут к желаемому результату. Не искать чертежи табурета в справочниках, если тебе седалище под задницу понадобится, а представить в своем мозгу, какой именно предмет мебели тебе нужен, что для его производства необходимо, где это взять, как для него сделать составные части, как их соединить между собой и каким инструментом все это делать. А развить воображение у ребенка можно только если ребенок будет заниматься какой-либо практической деятельностью, пусть и игровой, которая требует от него постоянной находчивости и изобретательности, способности решать новые для него задачи. Вот клима судьба и велась с детства по такой дороге, что ему постоянно приходилось крутиться. То он пастухом работал, то на шахте, то батрачил, занимаясь всем, чем только может заниматься крестьянин. Вид деятельности у него постоянно менялся, постоянно приходилось мальчишке решать все новые и новые задачи в процессе жизни. Сама жизнь и развила у него абстрактное мышление. Ум в такой степени, что мозг мальчишки просто как губка потом вбирал в себя знания. Если человек способен в своем мозгу, как картинку, увидеть действие закона Архимеда после прочтения параграфа в учебнике, то зачем ему нужен господин учитель, который у доски будет целый час рассказывать и показывать, как жидкость выливается из наполненного до краев корыта, если туда кирпич бросить. Конечно, не собственно труд развивает воображение у ребенка, а именно разнообразный труд. Если бы Климу пришлось работать только пастухом все годы до школы, то он на этой довольно-таки несложной работе за несколько лет отупел бы и ничем от остальных детей не отличался. Судьба, хоть и тяжелая, его уберегла от этого. Вове Ульянову повезло с родителями. Отец его был педагогом от Бога, да и мать очень умной женщиной. Там воспитанием детей занимались целенаправленно и творчески, делали из них людей. Найдите, попробуйте сегодня в педагогической науке исследование методов воспитания в семье Ульяновых. Это педагогов вообще не интересует. Природа с момента рождения человеческого детеныша начинает формировать из него человека. Ребенок, едва научившись ползать, уже начинает свои вандальские эксперименты с игрушками, попадается в руки карандаш, на обоих результаты творчества появляются. Как только попадает малыш в песочницу, начинается процесс постройки замков. Дети бегают по дворам, изображая из себя партизан, как раньше, или бэтменов, как сегодня. Педагогов это не устраивает категорически. Они жаждут процесс превращения ребенка из спинального животного в человека, прервать как можно раньше и начать его дрессировать, то есть загружать в него знания. Они хотят посадить его за парту как можно раньше и начать впихивать в головки с еще неразвитым абстрактным мышлением знания. Им и этого мало. Они еще этот процесс выстраивают так, чтобы у ребенка и возможности, времени не было для того, чтобы развить себе воображение. Сразу объем знаний ему такой навязывают, что пацану даже некогда выскочить на улицу побегать со сверстниками. Уроки и домашние задания занимают весь световой день у малыша. Прогресс орут. Объем знаний нужен все больше и больше. Семи лет в школу уже поздно. Нужно с шести. А лучше с пяти. Родители-идиоты вообще с двух лет ребенка учат читать, писать. К трем годам он у них высшую математику знает. А к пяти на трех языках лопочет. Вундеркинд. А что толку? Хоть от одного вундеркинда был какой-то толк. Моцарт, кстати, не вундеркинд. Там именно развитое воображение. Феномен вундеркиндов в том и заключается, что они становятся самыми серыми личностями. Мозг ребенка дрессировки сопротивляется отчаянно. Природа не хочет превращения человека в обезьяну. Знания дети не усваивают. Тогда педагогическая наука в бешенстве начинает изобретать все новые и новые способы впихивания информации в детские головки. Даже применяют игровые методы. Это какой-то тотальный террор против человечества. Школу Климу закончить не довелось. Отец снова лишился места, и семья в который раз уже ухнула в нищету. 15-летнему парню, второкласснику, пришлось искать работу. Неподалеку от родного села, в городке Алчевске, как раз развернулось строительство завода Донецко-Юрьевского металлургического общества. Мальчишка пошел туда наниматься. Грамотному парню уже было легче устроиться на работу. Вторая попытка Клима стать рабочим началась с должности курьера рассыльного при конторе завода. Верхом на лошади развозил почту и бумаги. Травма, полученная в детстве, когда работал на шахте колчеданщиком, сказывалась. Верхом трястись на коне было очень тяжело. Временами терял сознание. И рвался в заводские цеха, ближе к технике. К технике его тянуло всю жизнь. Вскоре получилось перейти в литейный цех. Начал с помощника машиниста на водокачке. Потом слесарем. Уже через год стал крановщиком в литейном цехе. Это уже была элита рабочего класса, высшая квалификация. Его товарищи по цеху потом вспоминали, что карьеру Клим делал стремительно. Заводское руководство только удивлялось его способности осваивать новейшие по тому времени машины. За какой-то год из рассыльного при конторе вырасти до машиниста крана в литейном цеху. До высшей квалификации в металлургической промышленности. А рабочие металлисты в те времена это элита рабочего класса. Самая квалифицированная его часть, значит, у Клима была не просто тяга к технике, а заметные технические способности. Правильно? Более того, он с техникой сталкивался и ее знал намного лучше, чем любой другой советский военачальник. Человек с юности дело с ней имел. После нашей перестройки появилась мода рисовать Климента Ефремовича недалеким в технических вопросах человеком. Ему чаще всего противопоставляется образованный маршал Тухачевский. Тот в технике был асом, как это описывают. Ратовал за механизацию в противовес лошадникам Ворошилову и Буденнову. На самом деле все обстоит немного не так. Вернее, совсем не так. Если Ворошилов технический вуз не заканчивал, то Тухачевский вообще не имел никакого технического образования. Даже элементарного. Он закончил юнкерское училище, даже не артиллерийское. Пехота. Самый сложный механизм, о котором ему преподавали – пулемет. Это не машины и станки в литейном цеху. Штука несложная. Сравнивать техническое образование Тухачевского и Ворошилова не имеет смысла. Нуль сравнивать ни с чем просто невозможно. И Тухачевский свою техническую некомпетентность демонстрировал ярко и выпукло. Самый показательный пример – его идея массово вооружить Красную Армию безоткатными орудиями. На танки их собирался ставить. Наш выдающийся конструктор артиллерийских систем Грабин в своих мемуарах описал, как он попытался объяснить Михаилу Александровичу несостоятельность идеи безоткатных орудий. Как ко стену горохом. Тот его просто не понял. С Климентом Ефремовичем у Грабина отношения складывались совершенно иначе. Характерен такой эпизод, приведенный Василием Гавриловичем в книге «Оружие Победы». В конце 1941 года им был впервые в истории внедрен на заводе, производящем артиллерийские орудия, поточный метод с конвейерной сборкой. В декабре это показали посетившему предприятие Ворошилову. Целый день мы с ним ходили по цехам, не успели даже пообедать. Клименту Ефремовичу очень нравилось все, что он видел. «Это вы здорово сделали!» «Молодцы!» – похваливал он. Больше того, Грабин показал новое производство и наркому вооружений Дмитрию Устинову. И здесь случилось неожиданное. Конструктора вызвали в Кремль на заседание Государственного комитета обороны, и Сталин обвинил его в намерении сорвать производство пушек. «Вся наша работа подверглась очень острой и несправедливой критике, а меня Сталин обвинил в том, что я оставлю страну без пушек. Я отстаивал позиции нашего коллектива до последнего». Атмосферу этого заседания может вполне характеризовать лишь один эпизод. В очередной раз, когда я пытался возразить Сталину и защитить правильность выбранной нами позиции, обычная выдержка и хладнокровие изменили ему. Он схватил за спинку стул и грохнул ножками о пол. В его голосе были раздражение и гнев. «У вас конструкторский зуд! Вы все хотите менять и менять!» Резко бросил он мне. «Работайте, как работали раньше!» Таким Сталина я никогда не видел. Ни прежде, ни позже. ГКО поставил нашему заводу изготавливать пушки по-старому. Претензии к Грабину были понятны. Шла война, пушки были необходимы не завтра, а прямо сейчас. Любое же изменение технологии ведет к необходимости перестройки производственного цикла и к временному, если не прекращению вывозку продукции, то к его снижению. Во время войны, тем более в ситуации конца 1941 года, это преступление. Но дело в том, что новшество Грабина позволяло, не снижая выпуска продукции, перейти к его наращиванию. Это сразу понял Климент Ефремович. Но не понял Устинов, которого пока никто в технической безграмотности не обвинял. Он же имел инженерное образование и даже работал инженером-конструктором, заместителем главного конструктора завода «Большевик», затем директором этого завода. И на заседании Государственного совета обороны Устинов не просто отмолчался. Скорее всего, претензии Сталина к Грабину и были высказаны после доклада Устинова. Но через несколько дней Иосиф Виссарионович сам позвонил конструктору. «То, что вы сделали, сразу не понять и по достоинству не оценить. Больше того, поймут ли вас в ближайшее время. Ведь то, что вы сделали, это революция в технике. ЦК, ГКО и я высоко ценим ваши достижения», – продолжал Сталин. «Спокойно заканчивайте начатое дело». Василий Гаврилович искал причину такого изменения отношений к своему изобретению и предположил следующее. «Ночью после грозового заседания ГКО Сталин, по-видимому, созвонился или встретился с Ворошиловым. И тот рассказал ему о наших делах, обо всем, что видел собственными глазами. Но к этой мысли я пришел лишь впоследствии, сопоставляя события». То есть, у выдающегося конструктора артиллерийских систем Грабина даже малейших сомнений в технической компетентности Климента Ефремовича не возникло. Более того, он его компетентность ставил даже выше, чем Дмитрия Федоровича Устинова. Вероятно, Ворошилов замысел конструктора понял и оценил, а Устинову это было не по плечу. Давайте, забежав вперед, вспомним, что было в официальной биографии Климента Ефремовича к декабрю 1941 года. Весь советский народ знал из книг и кинофильмов, что Ворошилов был снят с позором с Ленинградского фронта и авторитет его у Сталина упал ниже Плинтуса. Практически любые другие упоминания о Ворошилове, как о члене Ставки Верховного Главнокомандования и члене Государственного Комитета Обороны, исчезли. Современные сталинисты еще добавили умолчание о роли Климента Ефремовича в вопросах вооружения армии, свалив весь этот ВОЗ на Сталина. И теперь оценим приведенную выше цитату из Грабина. Слышите, как начинает звучать довольно пронзительно звоночек по всем Прудниковским, Брескуновским писаниям о том, что Иосиф Виссарионович делал все сам, и только один Берия ему помогал. Оказывается, один из самых наших известных конструкторов вооружений даже тени сомнения не допускал, что мнения Климента Ефремовича достаточно, чтобы изменить уже состоявшееся решение Государственного Комитета Обороны. И потом сам Сталин мог позвонить и извиниться перед конструктором, что не смог понять его идею. Более того, снятый за неумение командовать войсками Ворошилов в декабре 1941 года в глазах Грабина обладал достаточным авторитетом у Сталина, чтобы предполагать, что он может влиять на принятие довольно важных решений. У современных исследователей сталинского периода истории уже считается хорошим тоном упомянуть об удивительной осведомленности Иосифа Виссарионовича в вопросах вооружения, особенно авиации. Но вот к мысли о том, что вождя мог консультировать по этим вопросам нарком обороны Ворошилов, никто пока не пришел. Старательно тщательно вычищена идеологами ЦК КПСС «Послереволюционная биография первого маршала». Остались только крохи, как в мемуарах Грабина. В самой биографии Ворошилова мы будем находить еще массу неожиданных и удивительных фактов. Роман Гуль «Белый иммигрант» сочинил книгу «Красные маршалы». Там он дал такую характеристику Клименту Ефремовичу. Ни интеллигентности, ни наследственной культуры у Ворошилова нет. Рабочие Луганска рассказывают, что в подпольной работе, которую вел среди них в девятисотых годах этот отчаянный машинист Крана, у Ворошилова на все была только одна поговорка. Черт возьми, что мы будем смотреть? Что под интеллигентностью подразумевал Гуль? Понять очень сложно, если учитывать биографию Климента Ефремовича. Может быть, дворянину-иммигранту интеллигентностью представлялась привычка свысока смотреть на быдло, не имеющее наследственной культуры. Но согласитесь, что учителя, даже учителя в царской России, были людьми вполне интеллигентными и культурными. И вряд ли они в своем обществе стали бы терпеть невоспитанного и необразованного хама. Тем более, не просто в обществе на посиделках с наливочкой за чтением Чехова и Толстого, а в официально зарегистрированном властями обществе, в которое далеко не каждый мог вступить. Называлось оно «Общество учащих и учивших». Имело свой устав и правление. Таких организаций было в России тогда довольно много, даже общество приказчиков были. Деятельность их была весьма обширная, от материальной взаимопомощи до культурно-просветительской работы. Так вот, 17-летнего Клима официально приняли в уездное учительское общество. И как вы представляете членство в нем парня, имевшего образование всего лишь в пределах двух классов начальной школы? Разумеется, такой член там был бы абсолютно не нужен. Один позор от такого. Но те учителя, которые несколько умнее историков, которые приписывают Ворошилову образованность в пределах двух классов школы, под образованием по-настоящему образованные люди понимают несколько другое. Например, Климент Ефремович вспоминал, что он за два года работы на заводе прочел почти всего Гоголя, Льва Толстого, Тургенева, Гончарова, Достоевского, Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Кольцова, Шевченко, Данилевского, Горького, Чехова, Сенкевича, Пруса, Диккенса, Бальзака, Байрона. Уже был знаком с учением Дарвина. Читал книги по популярной астрономии, электромагнетизму и механике. Извините, но такой багаж знаний, полученный из прочитанных книг, никак не тянет на начальное образование. С таким багажом Климент Ефремович вполне мог и сам преподавать в школе хотя бы словесность. Поэтому он в учительском обществе ротозеем-второклассником не выглядел. Более того, он там еще и верховодил, лидером был. И не просто в спорах на литературные темы, Климент Ефремович организовал работу по оказанию материальной помощи нуждающимся преподавателям. При заводе Дюмо рабочие энтузиасты создали театральный кружок. Очень скоро руководить им стал Ворошилов. Спектакли кружка стали настолько популярны, что даже билеты на них продавали. А купить билет на спектакль для бедного рабочего человека – это непросто. Это показатель того, что там не какой-то балаган был, а вполне серьезные вещи ставили. Да может быть, не МХАТ, но трудовую копейку рабочий человек легко на зрелище не отдаст. Сборы были вполне серьезными, о чем свидетельствует такое благодарственное письмо, которое получил руководитель кружка. Господину Клименту Ефремовичу Ворошилову «Правление общества, учащих и учивших, выражает вам, милостивый государь, свою глубокую благодарность за горячее содействие в устройстве спектакля в Юрьевском заводе и активное в нем участие. Спектакль дал 100 рублей 68 копеек чистого сбора, который и пойдет на пособие учителям, впавшим в крайнюю нужду». Председатель Радаков Секретарь Рыжков Но даже неспособности к самостоятельному образованию определяли уникальность Ворошилова-революционера. Даже не то, что его биография вообще вылетала за рамки, обычные для биографии революционеров. Из таких низов, из самого дна общества, никто из более-менее известных революционеров не поднимался. Где-то рядом Лазарь Каганович, но и то, положение ремесленника, частника, отца Лазаря Моисеевича и безземельного батрака Ворошилова сравнивать и близко нельзя. Удивительно то, что простой рабочий самостоятельно нашел путь к марксизму и самостоятельно создал рабочий социал-демократический кружок. Один из первых в России. В центре страны рабочее движение в те годы начинало оформляться. Но до Алчевска пока даже эхо не докатывалось. Во всех промышленных центрах созданием этих кружков занималась революционная разночинная интеллигенция. Даже Сталин с его почти законченным семинарским образованием к этой интеллигенции относился. В Алчевске все произошло наоборот. Рабочий втянул в марксистскую деятельность местную интеллигенцию. В 1898 году на завод поступил работать формовщиком ростовчанин Иван Алексеевич Галушка. Был он намного старше Клима и его друзей и имел опыт общения и знакомства в Ростове с кем-то из социал-демократов. Во время перерывов на работе и после работы в общем бараке он начал заводить разговоры с парнями о положении рабочего класса. Клим сразу эту самодеятельность, которая грозила тем, что их за такие беседы всем скопом вышвырнули бы с завода, прекратил. На заводе и в бараке полно было полицейских шпиков. Собираться будем в школе после репетиций. И места больше, и другим тоже интересно будет послушать. Галушка высказал опасения насчет учителей, можно ли им доверять. Ворошилов заверил, народ надежный, не сомневайся. Знаете, я вот могу понять, почему вся заводская молодежь смотрела в рот Ворошилову. Все-таки в среде едва умеющих читать и писать парней персонаж, который прочел всего Гоголя, Достоевского, Диккенса, рассуждающий об учении Дарвина, пересказывающий книгу Жан-Жака Элизеры Клю «Земля», заводским электриком, объясняющий закон ОМА, это запредельный авторитет. А если он еще и не просто сверстник, но и почти самый молодой, да еще и не из господского сословия, а такой же работяга, под гармошку вместе со всеми песни орет по праздникам, да и за себя постоять может. Это вам не вундеркин-точкарик, это вожак. Стеньки Разину до него далековато по авторитетности. Не даром полиция так зорко присматривала за молодым Климом. Ладно, это понятно. Но у меня в голове не вмещается другое. Он же еще и учительским обществом вертел, как хотел. Он и там верховодил. Там-то люди для того времени были очень образованные. А самое главное, лет всего Климу-то было 17. Два класса образования школьного и 17 лет. Конечно, театр самодеятельный, которым Ворошилов руководил, позволял хоть небольшие копейки, но давать учителям для поддержания штанов. Ну, одно дело копейки. А другое дело вовлечение в нелегальную деятельность с использованием служебного помещения школы. Учителя безропотно его условия приняли, и школа стала центром подпольной деятельности рабочих, которая скоро оформилась как социал-демократическая. Как-то у знакомых учителей Клим увидел журналы «Русское богатство» и «Русская мысль». В них он прочел первые статьи о Марксе и наткнулся на упоминание о манифесте коммунистической партии. Сразу нашел Галушка. «Иван Алексеевич, дуй в Ростов, ищи там своих старых друзей и кровь из носу достань мне манифест Маркса». Галушка книжку привез. Клим ее проштудировал, и уже тут началась его настоящая социал-демократическая революционная деятельность. На собраниях в школе он стал читать манифест коммунистической партии в своей группе, причем объяснял трудные места, приводя примеры из заводской жизни в качестве иллюстраций. Заразил марксизмом сначала заводскую молодежь, а потом стал поручать ребятам беседы со старшими рабочими. И подбил заводчан на первую в истории завода забастовку. Сам ее организовал, еще сам и начал, и администрация завода ничего сделать не смогла. Выполнила условия рабочих. И еще раз осознайте, Клименту Ефремовичу было всего семнадцать лет на тот момент. Но что характеризует Ворошилова, как... Я даже нужных слов не могу подобрать. Понимаете, он сам вообще ничего особенного в своей биографии не видел. Больше того, он всегда вспоминал и рассказывал о своих товарищах, какие они были все умные, самоотверженные, настоящие борцы, а он так участие принимал. И даже не это главное. Хотя личная скромность настолько запредельная, что она реальный вред нанесла и самому Клименту Ефремовичу, и делу, которым он занимался. Не лишь не бывает иногда некоторым выскочкам напомнить, какие и у кого заслуги. Книгу своих воспоминаний Климент Ефремович писал уже в последние годы жизни, когда и свидетелей событий, о которых он рассказывал, в живых почти никого не было. Ну, можно было бы хоть немного свою роль приукрасить. Даже в некоторых случаях и не приукрасить, но написать так, чтобы потом никто не спекулировал, трактуя все с позиции собственного уровня подлости. Например, кто мог его уличить в неточности изложения истории о том, как его мальчишки-колчеданщики обвинили в краже продуктов. И кто мог подтвердить, что он эти продукты не крал. Это еще хорошо, что книга Климента Ефремовича «Рассказы о жизни» была издана в СССР один раз, больше не переиздавалась. И я даже ссылки историков на нее не встречал. Она затерялась. А так бы спекуляции были на тему «Клим воровал с детства». Ведь легко можно было историю ту автору подкорректировать. Не стал. Это не просто честность. Это честность, возведенная в абсолют. Среди обычных людей она выглядит почти патологией. И это объясняет многое в популярности Климента Ефремовича среди народа. Почему за ним люди шли на дела, часто связанные со смертельным риском. Без не только в большом деле, но даже в самых пустячных мелочах не обманет. Думаю, что честность для революционера первейшее качество. И о первой своей забастовочной акции Ворошилов написал предельно честно. Мог изобразить дело так, что он прежде всего думал об интересах товарищей политейному цеху, свои интересы его не волновали. Кто бы смог проверить? Но он рассказал, что главное, из-за чего решился на протест, была боязнь за себя. В литейном цеху вентиляция отсутствовала напрочь. На ней хозяева завода экономили. Задымленность была страшная. А крановщики работали под потолком цеха. Дым и ядовитые испарения вверх поднимались. Там было особенно тяжело. Клим они переставали мучить головные боли. Он боялся, что может во время работы потерять сознание. Совершит аварию и его уволят. Да, конечно, другие крановщики тоже не особо радовались загазованной атмосфере. Поэтому Клима поддержали. Для завода Дюмо такая акция была внове. С забастовками его хозяева и администрации еще не сталкивались. И расправились с Климом жестко. Он и так уже был под наблюдением полиции. Она и обыски проводила у него на съемной квартире. И арестовывался он. Арестовывался без каких-либо объяснений. Приставу не нравилось, что вокруг парня народ кучкуется. И вся причина ареста. Предъявить ему ничего не могли. В социал-демократическом кружке Ворошилова меры конспирации соблюдались неукоснительно. Вентиляцию в литейном цехе хозяева завода установили. Но Ворошилова без объяснения причин уволили. Еще и увольнение пришлось на время начала экономического кризиса 900-903 годов. Начался, пожалуй, самый трудный и мрачный период жизни в биографии первого маршала. Годы скитаний по Донбассу и югу России без работы, без средств к существованию. Сам Климент Ефремович первый период своей революционной деятельности. Кружковский период на заводе Дюмо оценивал очень скромно. А вот власти увидели в ней опасность нешуточную. Климент до 1903-го обошел почти все города Юга России. Нигде не мог устроиться на работу. На более-менее крупных предприятиях ему отказывали сразу. На мелких ему удавалось проработать буквально несколько дней. Потом увольняли. В Таганроге его взял на работу бельгиец, хозяин слесарной мастерской. Старательный и работящий мастеровитый парень ему очень нравился. Но и там удалось проработать меньше месяца. Бельгиец сказал Ворошилову, что полиция ему настоятельно рекомендовала его уволить. Уже в 30-е годы, ознакомившись с архивными материалами жандармского управления, Климент Ефремович узнал, что ориентировка на него, как на опасного смутьяна, была направлена и поставлена на контроль из Петербурга. Почти 4 года бродяжничества в полном смысле этого слова. Постоянный голод, поиск ночлега, часто приходилось спать под открытым небом, скирда сена в качестве постели – счастье. Выручали немного многочисленные друзья, но среди друзей богатых не наблюдалось. Сами все отчаянно нуждались. В то время вторая сестра Климента Ефремовича вышла тоже замуж. Теперь обе сестры жили своими семьями. Мать осталась одна. Отец в очередной раз ушел из дому в поисках работы. Мария Васильевна бралась за любую работу. Едва-едва могла сама себя прокормить. В конец отчаявшийся Клим решился хоть какое-то время пожить у матери. Силу парня скитаться и голодать уже не было. Ему было стыдно садиться на материнскую шею, но он был на грани отчаяния. У дома матери Клима выследил агент полиции и почти убил. Напал сзади, оглушил ударом палки по голове и почти насмерть забил. Бил, пока ему не показалось, что Ворошилов мертв. Подобрали парня прохожие. Поднялся после избиения с постели Клим через полтора месяца. Выжил только благодаря сильному от природы организму. По всей видимости, агент доложил в полиции, что Ворошилов убит. Полицейский надзор за ним был снят. После выздоровления Клименту Ефремовичу удалось с помощью учителя Рыжкова устроиться в Луганске на паровозостроительный завод Гартмана в литейный цех сначала подручным машиниста-крановщика, вскоре он уже стал на кране работать самостоятельно. Крановщик в литейном цехе – это немного не то, что крановщик в порту или на стройке. Там работа намного сложнее. Это разлив чугуна в формы. Работа очень сложная. Высшая квалификация в металлургии того времени. Ворошилов с ней справлялся отлично. Авторитет его среди рабочих завода был очень высок. И приближался 1905 год. Далее опять прямая речь Петра Балаева. Я в этой книге часто буду тыкать мордами советских историков и их нынешних достойных по уровню подлости наследников в ту помойку, в которую они превратили свою науку. В каждой главе это по несколько раз будет звучать. И выражение выбирать не буду. Ладно, из биографии молодого Ворошилова сделали что-то невнятно нудное. Да бог с ним. Но как можно было проскакать мимо того факта, что в 1905 году революция победила в одном из крупных промышленных городов? В очередной раз читаю в его книгах подобное. Кстати сказать, он слов на ветер не бросает. И размазывает в сопли не только Сванидзе с Резунбалкогоновыми, но и Спицын-Колпакиде вместе с Прудниковой. Не просто размазывает, а очень умно и аргументированно. Но чтобы уследить за логикой, эту информацию нужно читать или слушать на свежую голову. Поверьте, она стоит того. А я с вами пока прощаюсь. Но не расслабляйтесь. Окончание первой части о первом маршале СССР в работе и выйдет следом за этим выпуском. Подписывайтесь на мой канал. Узнаете много нового. До свидания, друзья. И до встречи на моем канале.